Больница рассчитана на 100 койко-мест. Медучреждение будет расположено на территории Республиканской инфекционной больницы. Отметим, что строительство будет проводиться из быстро строящихся конструкций, чтобы за кратчайшие сроки окончить возведение медучреждений. В торжественной церемонии закладки капсулы принял участие глава государства. Сейчас даются прогнозы о возможной второй волне пандемии. В этом случае новые больницы необходимы, подчеркнул президент. Субтитры создавал DimaTorzok Общая площадь новой больницы составит около 2300 квадратных метров. Медучреждения будут возводить по новым стандартам. Сейсмостойкость и экологичность в приоритете. На архитекторы постарались продумать проект до мелочей. У нас катастрофически всегда не хватало коек для наших больных с инфекционной патологией. И даже после того, как мы победим коронавирус, эти койки останутся при нас. И также мы можем обслуживать не только население города Бишкек и всей республики. Осматривая территорию больницы, президент добавил, что из-за неумелого реформирования системы здравоохранения в свое время в регионах было сокращено количество койко-мест, больниц и медицинских учреждений. В этой связи во всех регионах начата реконструкция медучреждений. Отметим, через механизм ГЧП новые больницы появятся во всех регионах страны. Многопрофильные объекты обеспечат доступ к населению к качественным медицинским услугам. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отметим параллельно со столицей строительство новой больницы начато и вошь. Объект на 100 койко-мест возведут на территории детской инфекционной больницы за несколько месяцев. Айтол Кунсулпуева, Бакат Каязов, ЛТР, Бишкек. Успеть в рекордно короткие сроки. Задача строителей новой инфекционной больницы в Аше. Она появится здесь, на месте старых корпусов детской инфекционной больницы. Сейчас идет снос старых зданий. Новая клиника будет состоять из четырех корпусов. Первых двух будут принимать пациентов. Еще два предназначены для рентгеновской диагностики, а также УЗИ. Будут там и хозяйственные блоки, столовые и другие. Всего под новую клинику отводят гектар земли. Построено все должно быть уже в течение месяца. Строить будут по современным технологиям. Подобные инфекционной больницы для взрослых в Аше еще не было. Оборудована она будет по самым современным стандартам. Аппаратуру заказывают за рубежом. Лечить тут будут пациентов с коронавирусом и вне больничной пневмонии, а также с другими инфекционными заболеваниями. Нам обещали построить больницу из легкой конструкции. Нашу территорию рассматривали архитекторы. Обещают, что там будет все необходимое для лечения инфекционных заболеваний. Открытие планируют уже в августе. Сегодня на месте строительства премьер-министр Кубатбек Буронов заложил капсулу. Глава правительства детально ознакомился и с проектом, и с началом хода работ. И еще раз заострил внимание на том, что клиника должна быть построена в течение месяца. Также глава правительства встретился с врачами-инфекционистами Южной столицы. Поблагодарил за самоотверженный труд и пообещал, что все получат надбавки к зарплате. Я благодарен вам, всему вашему коллективу, что вы работаете в такой трудный момент, не жалей себя. С сердцем чувствую, как нелегко вам приходится. Обещаю проконтролировать, чтобы все получили надбавки в конце месяца. Новая инфекционная больница должна взять на себя основную нагрузку по лечению коронавирусных пациентов. Она будет рассчитана на 100 мест. Также премьер-министр посетил дневные и ночные стационары Южной столицы, где побеседовал с врачами. Алена Смирнова, Джанил Турдумаматова, Талай Курбантаев, Бигджанер, Сбайлу, ЛТР, ОШ. Приобретение лекарственных препаратов на государственном уровне должно производиться на постоянной основе. Об этом сказал премьер-министр Куатпек Буронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба. Подчеркнуто, что работа по обеспечению больниц-поликлиник необходимыми медицинскими препаратами не должна останавливаться. А фармацевтическим компаниям необходимо создать условия для бесперебойной доставки лекарств. Вместе с тем следует вести мониторинг цен на лекарственные препараты. Коснулся вопрос и медицинских учреждений. Создание дополнительных реанимационных блоков остается в приоритете. Строящиеся больницы в Бишкеке и Оше, а также и другие медицинские учреждения в регионах, в которых сейчас проводится ремонт и перепрофилирование, должны стать полноценными учреждениями для предоставления гражданам медицинских услуг. Там обязательно должны быть палата интенсивной терапии и реанимационный блок со всем необходимым оборудованием. Вопрос приобретения такого оборудования нужно решать уже сейчас. 49 граждан Кыргызстана возвращены из Кореи. На родину соотечественников доставил борт авиакомпании Ти-Вэй по маршруту Сиул-Бишкек-Сиул. Этим же самолетом Корея возвратит на родину своих граждан. В МИД Кыргызстана подчеркивают, что работа по возвращению соотечественников из-за рубежа будет продолжена. 30 июля будет объявлен днём национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ. Об этом стало известно во время интервью с Ромба Аджиембекова Беринчи радио. Трудности и невосполнимые потери каждого кыргызстанца эхом отзываются в моём сердце. Я хотел бы пожелать выдержки и всем моим соотечественникам, пережившим утраты. Пусть земля будет пухом для всех, кто стал жертвой пандемии, подчеркнул президент Соренба Аджиембеков. Законопроект о манипулировании информацией будет возвращен на доработку. Отметим, после одобрения Джокуркукинешем проект закона был направлен на подпись главе государства. В своём интервью Беринчи радио Соренба Аджиембеков отметил, что подобный закон Кыргызстану нужен. И он высоко ценит инициативу депутатов и проделанную ими работу. Но над его формой нужно ещё поработать. Предлагаю доработать его с участием представителей медиасферы, депутатов моего аппарата и представителей соответствующих министерств, сказал глава государства. Успеть закончить всё вовремя, а несмотря на пандемию, стараются рабочие. Для жителей села Мьеркан на окраине Южной столицы эта дорога жизненно важна. Она строится по самым современным стандартам, под жёстким контролем и качество гравия и работу по укладке асфальта. Асфальт, лоток. Сейчас делаем лотки по обеим сторонам дорожного полотна. После приступим к асфальтоукладочным работам. Эта дорога должна прослужить людям долго. Всё должно быть сделано качественно. Первый этап строительства трассы длиною более километра. И шириной в 7 метров уже подходит к концу. Открыть дорогу планируют уже в течение месяца. Её попросили отремонтировать местные жители, которые сегодня очень благодарны, что несмотря на пандемию, в местной казне всё-таки нашли деньги на реконструкцию дороги. На эти цели выделили 9,5 миллионов сомов. Ещё одна стройка – детского сада. После открытия сюда смогут пойти 120 ребятишек. Оно запланировано в кратчайшие сроки. Подрядчик обещает сдать двухэтажное здание в сентябре. Несмотря на пандемию, которая забирает очень много времени, внимания и средств, идёт строительство жизненно важных объектов. Это дороги, детские сады. Три новых детских сада с марта мы уже построили. Сейчас в густонаселённом микрорайоне Туран начали строить ещё один. Также в Аше скоро стартует строительство инфекционной больницы для взрослых, которой тут не было со времён Союза. Я верю, что мы все вместе победим вирус ответственно и дисциплинированно. И вернёмся к нормальной жизни. Для этого мы стараемся создавать условия и находим средства. Сметная стоимость строительства этого детского сада составила 40 миллионов сомов. Тендерные – всего 25 миллионов. Всего во второй половине года в Аше запланировано сдать ещё несколько новых детских садов. Строительство и реконструкция жизненно важных объектов для горожан идёт бесперебойно. Майра Мурзакулова, Джангл Турдумаматова, Эркеваль Ширалы Уулу, Бегджан Ириспай Уулу, Эльтер Ош. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА